7 июля в Тихвинском историко-мемориальном и архитектурно-художественном музее состоялось открытие выставки, посвященной 400-летию подписания Столбовского мирного договора. Не случайно эта выставка была открыта в преддверии главного праздника нашего города, дня явления Тихвинской иконы Божьей Матери. Ведь события смутного времени оказали огромное влияние на развитие России в XVII веке, и Тихвин в это время сыграл немаловажную роль. Боевые действия смутного времени в 1613 году велись и на Тихвинской земле. Выставка в музее называется «Столбовский мир. Доброе дело». Почему же доброе? Многие исследователи до сих пор спорят, ведь мы отдали большое количество земель. Выход к морю на тот момент был настолько неважным, главное, что русская земля опять была объединена и стала цельной. И царь Алексей Михайлович через 50 лет начал отвоевывать обратно эти земли, а его сын Петр Алексеевич Петр Первый их окончательно отвоевал через 100 лет, и они опять стали российскими. Поэтому не так, наверное, важно было в тот момент потерять нам выход к Балтийскому морю, главное было сохранить нашу страну и не разделить ее на куски. На выставке были представлены оружия, которые в то время использовались в военных действиях. Это пушки, колесовые пистолеты, также применялись мины. В понимании 17 века это были подкопы, которые устанавливались под крепостью. Кроме этого, в числе экспонатов можно было увидеть подлинные книги и иконы образца 17 века. Я хочу поблагодарить Веру Викторовну за замечательный рассказ. Просто это погружение в нашу историю. Люди, не знающие истории, не имеют будущего. Поэтому мы должны свою историю помнить, знать и уверенно смотреть в будущем. Вера, вам большое спасибо. После состоялась игровая программа. Участникам предстояло накрыть стол традиционными блюдами 17 века. Бараний ливер, запеченный в бараньей сетке. Стоит отметить, что коллекция Тихвинского музея является крупнейшей в Ленинградской области. Выставка будет действовать с 7 июля по 30 октября 2017 года в здании бывших казенных келий.